Ольга Баранова Собака отличается спокойствием и в то же время жизнелюбием, темпераментом. Если на нее посмотреть, то она даже внешне похожа на японцев, потому что собака самураев. Посмотрите, какой у нее взгляд, раскосый взгляд, то есть одни черты, одни манеры. Ольга, добрый день. Познакомьте нас, пожалуйста, со своим питомцем и расскажите о породе. Это порода японская Акито или Акито-Ину. В Японии Ину приставка дается всем японским собакам, потому что это означает собак. В породе 7000 лет основана она была в префектории Акито, собственно, откуда я взяла свое название. Акито-Ину, Акито-собака. Изначально собака была как охотничья, использовали на крупных зверей, по-моему, там медведей, даже есть какие-то макаки японские. Да, да, их использовали на охоту. Потом решили их немножко усовершенствовать и улучшить, использовать их в собачьих боях. К ним приливали крови мастифов разных пород и получили очень хорошие охранные и бойцовские качества. Но потом, с последствием времени, бои в Японии отменили и собака перестала быть бойцовской. И на данный момент она представляет из себя собаку-компаньон и охранную собаку. Так, ну и в дальнейшем, по-моему, эту собаку уже стали использовать, по-моему, было очень время такое неспокойное, когда появлялось очень много мошенничества. Ее стали использовать на охрану имущества. И дальше, вот во Вторую мировую войну, по-моему, с ней происходили какие-то изменения. Во Вторую мировую войну почти потеряли породу, так как собаки подвергались активному уничтожению, охранялась лишь одна порода, это немецкая овчарка. И чтобы сохранить породу, на самом деле, очень многие скрещивали Акид с немецкой овчаркой. Но, к счастью, умудрились японцы сохранить именно наследие свое, потому что есть даже существует ассоциация, называется Нанипа. Это по сохранению шести японских пород, которую возглавляет Акида как самая крупная порода. Ну и в какое время была признана эта собака уже основательно? Основательно она была признана FCI в 1996 году только. Вот официально ее признали. До этого, ну, порода древняя, она существовала и в Японии очень давно ценилась. И даже при императорском дворе была смертная казнь за истребление Акито. Это считается, эта собака, национальным достоянием, по всей видимости, да? Если мы будем говорить о характере этой собаки, конечно, невозможно не вспомнить знаменитый фильм Хатика. То есть в этом фильме была показана ее преданность, верность. И действительно, эта история имела место быть. Это событие происходило в 1925 году. В семье одного японского профессора появился маленький щенок. Он полюбился всеми членами семьи. И случилось такое, что профессор получил сердечный приступ, в общем, умер. И собака в течение 11 лет, она ждала своего хозяина. Есть такая станция в пригороде Токио, Шибуя. Собаку эту звали Хачико. Ну, то есть эта история, она действительно существовала. Даже есть памятник на территории, где жевала эта собака. Ольга, расскажите, пожалуйста, вот еще какие характеристики? Как мы можем ее описать, эту собаку? Какая она с людьми? Как она общается с своими домочадцами? Как она, допустим, реагирует, если это другие животные? То есть это очень важный момент, мы с вами разговаривали. Ну, Акито, это все-таки в первую очередь самурай. Это очень... Собака, имеющая собственные достоинства, она очень спокойна. Она любит и признает одного хозяина. Всех остальных она тоже принимает, тоже... Но у нее есть вожак. У нее есть вожак, есть человек, которого она как раз-таки будет ждать на станции. Ко всем остальным они относятся с любовью, но с большим спокойствием. Так, вот с другими животными вы говорили, что все-таки нужно рассказать людям, которые собираются заводить эту породу, эта собака не очень приемли дома других животных, правильно? Да, да, потому что все-таки было разведение, шло на то, чтобы это была японская бойцовская порода. И, конечно же, гены и крови это все осталось. Поэтому с другими собаками они уживаются очень плохо. С кошками тоже не очень хорошо, так как это охотник и достаточно агрессивный охотник. Поэтому эту собаку лучше держать. Одну любимую. Понятно. Ну вот, к примеру, взяли щенка, то есть в каком-то возрасте. Вот какой порядок воспитания должен быть? Потому что есть такой момент, что эта собака уже довольно-таки быстро понимает всевозможные команды, она легко обучаема. Говорят, что мудрость этой собаки, она сформирована столетиями, можно сказать. Да, все так и есть, но лучше заниматься со щенком с 3-4 месяцев. Есть разные курсы по дрессировке, которые можно будет посещать. Собака легко поддается дрессировке, но с ней будет невозможно заниматься чем-то спортивным. Потому что есть такие дисциплины, как, допустим, танцы с собаками, спортивные разные дисциплины. Эта собака не для этого. Она должна знать несколько основных команд, это сидеть, лежать рядом. В принципе, для большей работы я не могу сказать, что она подходит. Она, конечно, обучаема, но работать с такой собакой где-то на таможне, это будет вряд ли сказать. Но вот эта собака-охранник, то есть если в дом зашли гости, там, доброжелательные или нет, как она, каково ее будет поведение в квартире? Ну, она всегда очень сильно ориентируется на своего владельца. Вот, потому что она очень хорошо видит и распознает ситуацию. Если понимаешь, что сам владелец и члены семьи принимают собаку хорошо, значит, не существует никакой проблемы и какой-то агрессии. Если же никого нет, зашли в дом или на ее участок, она, конечно же, подаст голос. Хотя лают, а киты достаточно редко. Они это подают голос только в каких-то крайних ситуациях. Ну, вот по уходу. Насколько сложно ухаживать за такой собакой? То есть какие способы ухода? Линяет она два раза в год. Линяет очень активно, то бишь, скидывая полностью, фактически полностью шерсть. И проще отвезти либо в какой-то салон, либо вычесать самим хорошенько шерсть, и тогда шерсти дома будет не так уж и много. Так, выгул, содержание в квартире или в доме, в вольере, имеет это значение? Все-таки, опять-таки, мы вот нашим телезрителям хотим... А киты себя прекрасно чувствуют что в квартире, что в вольере. У них очень хорошая шерсть, поэтому для наших зим их вполне устраивает жить на улице даже в холодном вольере. Их это нисколько не смущает, потому что там, где они выведены, были очень суровый климат, что, собственно, показывает их внешность, раскосые глаза, они защищали очень хорошо от ветра, и наклоненные уши тоже вот от всех природных невзгод защищали акиту. Да, расскажите нам вот о породе немножечко вот внешне, то есть как правильно должна быть сложена собака, вы бываете на выставках, то есть какой окрас бывает, вот эта вот маска, уши, как это все должно быть по породе? Маска, это называется урожиро, именно у рыжего окраса. У всех остальных окрасов, потому что есть еще белый, тигровый окрас. Чисто белый. Да, чисто белые акиты у нас тоже имеются. Вот, они чисто белые, это рыжий представители. Вот, собственно, то, что вы видите, вот эти вот маски, что на лапах, это вот по-японски называется урожиро. Вот, у них не должно быть каких-то ярких белых пятен по корпусу, и допускаются небольшие, вот, допустим, ну, мару тоже маленькая присутствует, это норма, это допускается, не допускаются у них большие пятна по корпусу. Так, уши, да, уши, они должны быть прям... Уши наклонены вперед у них, у них такие достаточно заостренные уши, наклонены вперед. Ну, и есть еще американский акиту, да, то есть он отличается по окрасу и по телосложению. Да, и по характеру они тоже отличаются. В Америку они были завезены с Японии примерно во времена Второй мировой войны, вот. И у них, конечно, велось уже немножко другие линии разведения. И вот немножко... Маму так улыбается, вот есть еще такое улыбка самурая, да, по-моему, есть еще такое вот выражение. Ну, интересно про эту собаку, о том, что она остается еще щенком до двух с половиной лет, да, то есть она вот до взрослой собаки созревает вот до этого возраста, получается. Ману сейчас сколько по возрасту? Ему 14 месяцев. Он совсем молодая собака, ему еще расти, развиваться, еще узнавать и познавать мир. Он выше будет ростом или он вот такого размера останется? Нет, он примерно такого роста и останется. Это средний рост Акито. Но он станет шире, и, конечно же, и голова станет шире, и сам по корпусу. Ну, давайте еще подскажем нашим телезрителям, все-таки какой должен быть хозяин, раз мы сказали, что он будет уважать и ценить одного хозяина. Даже говорится о том, что хозяин спит на кровати и не очень хорошо, чтобы и собака была на кровати. Она должна находиться где-то рядом, потому что часто очень у нас собаки в постели с хозяином. Вот какой хозяин должен быть по своему складу, по темпераменту? Наверное, это все-таки для человека такого более спокойного и равновешенного, потому что где-то даже, возможно, строгого. Потому что собака крупная, все равно с ней управляться не совсем легко. При этом какие-то им физические нагрузки им нужны, это достаточно длительные прогулки. Ну, собака спокойная, и, в принципе, где-то часа, двух часов в день ей вполне хватает. Она также в санях может катать или нет? Или это для нее не свойственно? Это Акито, она все-таки самурай. Кто меня заставил катать ребенка? Я этого делать не буду. У него есть собственное достоинство, об этом надо в первую очередь думать. Да, действительно, про Акито и Инну говорят, что если возникает такая ситуация, что нужно защитить хозяина или что-то, она несколько раз подумает о последствиях, как она это сделает. То есть она все обдумает досконально. Это мудрость поистине. Ну, что ж, Ольга, спасибо вам большое, что вы приехали к нам из Иркутска. Ольга знает о собаках все. Если вы хотите подробнее узнать об этой породе, обращайтесь к нам в редакцию. Мы подскажем телефон, и тогда сможете подробно узнать о этой собаке. Кошка-фенечка ищет добрые руки, чтобы больше не оказаться на улице. Сейчас на передержке. Стерилизованно, спокойное, ласковое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова